Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня дневной эфир, и дневной эфир мы посвятим спорту. Это программа «Беседка», меня зовут Дмитрий Иванов, а в гостях сегодня у нас Дмитрий Барабанов, президент Федерации Тхэквондо Псковской области, и Владимир Кочетов, правильно же, да, фамилию привык? Президент Псковской Федерации Тхэквондо ИТФ. В чем разница между этими федерациями? Что такое ИТФ, и как развивается Тхэквондо или Тэквондо, как правильно меня поправили сегодняшние гости, можно говорить и так, и так, как развивается Тэквондо в Пскове. Об этом и поговорим в сегодняшней беседке. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что вот я, готовясь к эфиру, подчеркнул, что это, во-первых, корейское боевое искусство. Боевое искусство, и характерная особенность, это активное использование ног в бою. Все верно же, да? Как развивается сейчас это искусство боевое, да, это олимпийский вид спорта, насколько я знаю? Вот, расскажите. Спасибо, что пригласили. По первой части вашего вопроса ИТФ и ВТФ, это два искусства, представленные двумя странами, скажем так, да. ИТФ, это боевое искусство Тэквондо Северной Кореи, ВТФ, это боевое искусство Южной Кореи. В настоящий момент времени ИТФ не является олимпийским видом спорта, но является видом спорта. А ВТФ является олимпийским видом спорта. У нас сегодня на территории Псковской области представлена и федерация ВТФ, которую возглавляю я, и федерация ИТФ, которую возглавляет Володя Кочетов. Что касается вашего вопроса ног и рук, то и в том виде спорта, и ВТФ, и ВТФ используются удары и руками, и ногами. Но в ВТФ основной акцент делается на ноги, а в ИТФ основной акцент делается и на ноги, и на руки. Насколько я знаю, у вас буквально-таки на днях завершились глобальные соревнования. Они проходили в Пскове. Это всероссийский турнир на Кубок губернатора Псковской области. И сопутствовал ему еще фестиваль Тэквондо ИТФ. 13-15 мая проходил. Более 700 спортсменов приехали в наш город. Каковы результаты? Ну да, это уже третий по счету всероссийский именно статус, который имеет всероссийского турнира. Мы провели в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии он был отменен. То есть в 2021 году. И вот в этом году 22-й год. То есть это третий турнир. Да, более 700 человек из 11 регионов России. Если в прошлом году сборная Псковской области заняла шестое общекомандное место. В прошлом году регионов было у нас порядка 22-х. То в этом году мы заняли второе место. Первое – Санкт-Петербург. Третье – сборная города Москвы. Вот удается, как удается собрать, ну я не знаю, 700 человек – это много на соревнованиях собрать в город? Или масштабы могут быть и больше? 800 человек – это очень большое количество участников. Да, для Пскова это большое. То есть мы можем собрать и больше. Мы можем и организовать и чемпионаты первенства России. Но все упирается у нас в спортивный зал. То есть Олимп не позволяет нам постелить шесть площадок. Поэтому мы можем измахнуться на большее. Ну, чтобы было понимание, на период соревнований, именно соревновательного периода, который проходит в течение трех-четырех дней, выкупаются практически все гостиницы в городе Пскове. Не за счет федерации, но гостями и участниками, которые приезжают на соревнования. Потому что, как правило, в сопровождении приезжает как минимум один родитель. То есть умножаем это как минимум еще на два. Мы получаем примерно 2500-3000 гостей, которые приезжают в наш регион, в наш город из других регионов практически, ну, из большого количества. Владимир сказал, что в том году это был 21 регион, в этом году порядка 15 регионов. То есть мы в данном случае не только занимаемся спортом, но и продвижением нашего региона как известности внутри страны. Каковы соревнования, я не знаю, там они как-то делятся на категории, правильно же, да, наверное, по весовым категориям или по возрастам? Ну, вообще, то есть турнир проходит в трех разделах. Это спарринги сами, бои. Дальше формальный комплекс. Это набор движений, который выполняет без контакта, то есть два спортсмена. И в этом году мы добавили еще одну дисциплину, то есть в Минспорте нам его пропустили. Это самооборона, постановочный спарринг. То есть если это мужская сборная, то есть на одного героя, скажем так, нападает три соперника. А если это женская сборная, то есть на одну женщину нападает два плохих человека. Это постановочный такой бой в течение 40 секунд. То есть происходит это действие с оружием, без оружия. Это все очень зрелищно. Постановочно это в смысле отрепетировано. Это отрепетировано, да, то есть заранее. То есть как бы и на этот турнир к нам приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, которые являются неоднократными чемпионами России, Европы, мира. То есть сильная сборная. Мы на них равняемся. Но вопрос в постановке выглядит следующим образом. Это не постановка, как в фильме, когда удар имитируется. То есть тут оценивается степень и плотность контакта. Если вам бьют ногой в голову в рамках постановки, то судья должен зафиксировать этот удар, увидеть шлепок, услышать шлепок и почувствовать, что был контакт. Ощутить то, что был контакт. А вот, кстати, скажем так, об ударах. Разные виды единоборства, соответственно, имеют разные правила. Не наносить удары ниже пояса и так далее. Вот в тэквондо какой регламент, какие ограничения? Ну да, то есть ниже пояса мы не наносим удары. На руках у нас перчатки боксерские, на ногах футы, шлема. То есть ударная поверхность – это поясы и выше. Ну, сам контакт должен быть лайт, легкий. То есть это основное правило. Поэтому за сильные удары, даже такие сильные акцентрированные нокауты, нокдауны, то есть у нас идут наказания. Возможно, это привлекает большое количество детей, тем более и девочек, и девушек, потому что контакт такой дозированный. Да, вот именно о лайт-контакте и дозированном контакте во время соревнований возник вопрос у одного из корреспондентов. Чем вызвана такая массовость спорта в нашем регионе, именно тэквондо и ТФ? Я задумался над этим вопросом и пообщался с родителями. И основной момент, который они обозначили, это именно безопасность и малая травматичность именно данного вида спорта, связанная с высокой степенью защиты спортсменов от нанесенных ударов и именно правилом, которые регламентируют силу удара. Если мы говорим о ВТФ, об олимпийском виде спорта, то сила удара должна быть такова, чтобы, во-первых, ВТФ не считается, олимпийский вид спорта не считается на соревнованиях удары судейским составом. Судьи просто его контролируют. Все проходит в электронном виде. Защита и амуниция настраиваются таким образом, чтобы сила удара превосходила бы определенную силу. Если просто прошел удар не с определенной силой в голову, в корпус, он просто не засчитывается. Нужно нанести травмирующий удар и пробить определенную силу, нанести удар с определенной силой. В противном случае это просто будет незащитно. Это, на самом деле, очень достаточно травмоопасный вид спорта. И поэтому мы, несмотря на то, что сейчас развиваем его в нашем регионе, развиваем его очень аккуратно. И, в первую очередь, вводим в него тех спортсменов, которые уже прошли определенную подготовку и достигли определенных вершин именно в ИТФ. То есть, это спортсмены первого дана с черными поясами, которые проходят потом дополнительное обучение в Петербурге, в Москву ездят на семинары, перестраивают свою технику в Туле и технику ударную на технику в ИТФ. И у нас уже есть пул спортсменов примерно 10 человек, 11, которые выезжают на спиртокеады. В Петербург выезжали на спиртокеады. В Вологдон. В Вологдон выезжали, да. И какие-то у нас были... Напомни, пожалуйста. Да, то есть, как бы спиртокеады школьников по технику в ИТФ проводятся. В Вологде у нас было первое-второе место. И в Петерзаводске второй-третье. Ну, вот вы уже несколько раз говорили о достаточно высоких результатах. То есть, призовые, как это, ну, если говорить, пьедестал. Первое-второе-третье место. И псковские ребята хорошо себя показывают. Много ли вот у вас занимается? Это сейчас базируется только в Пскове у вас? Или, ну, я не знаю, там по разным городам, области, может быть, есть тоже какие-то отделения? Ну, общее количество занимающихся. То есть, у нас электронная база спортсмена существует. Да, то есть, это международная, куда все спортсмены, тренеры вносятся, судьи. То есть, по этой базе у нас тысяча человек. То есть, по региону развивается. Ну, конечно, основной состав это в Обскове, Великие Луки, Печорский район, Островской, Палкинской. Ну, вот недавно у нас был Пыталово долгое время. Ну, сейчас там проблемы с тренером, поэтому закрыли отделение. Ну, то есть, не только концентрируется, да, скажем, в областном центре и все. Нет, да-да, по регионам работаем. Что нужно для того, чтобы... Что касается достижений, да, и уровня спортсменов. В 20-м, в 21-м году наши спортсмены вошли в сборную России, именно спортсмены Пскова. Но в связи с тем, что чемпионат Европы в Хорватии был отменен, соответственно, мы не поехали. В 19-м году... Почему? В 21-м году у нас... В 19-м году, да. Володин, подопечный спортсмен Денис Стволов, стал чемпионом Европы. В Италии проходили соревнования, вот он стал чемпионом, золотым чемпионом. Понятно, да, понятно. Собственно, тяжело ли, не знаю, как я понимаю, для занятий нужна какая-то своеобразная площадка? Или вы можете использовать любые залы? Вот. Ну, для высокого результата, все-таки, я считаю, что... Ну, и для безопасности занятий с детьми нужен специализированный зал, то есть иметь ковровое покрытие. Мягкое. Мягкое покрытие, да. Но у нас все залы специализированные. Плюс еще сейчас выделен нам специализированный зал на стадионе машиностроитель, который реконструировали. Ремонтировали. Отремонтировали. Да, то есть там 200 квадратов, отличная база. То есть только давайте результат. Так, а вот, ну, если вот как, допустим, образно говоря, человек, который хочет отдать ребенка к вам в тейквондо секцию, что еще нужно иметь для того, чтобы на занятиях присутствовать? Желание. Это понятно. И силу воли. Желание, и силу воли, и медицинский допуск. На самом деле мы должны откровенно говорить и родителям, и спортсменам, это не профессиональный вид спорта. Это вид спорта, который позволяет развить общую физическую подготовку, развить навыки самозащиты и развить навыки самоконтроля и психоконтроля, когда ты находишься один на улице, либо же в какой-то некомфортной психологической обстановке, и ты можешь себя контролировать путем того, что твоя психика уже подготовлена к неадекватным атакам со стороны противника. Потому, что спарринг, любой спарринг, даже спарринг в тренировочном процессе, спарринг с партнером, которого ты знаешь, это каждый раз психологическая атака. Потому, что ты не понимаешь, что будет, несмотря на то, что ты с ним занимаешь уже многие годы. Кто приходит больше в тейквондо? Мальчишки или девчонки? Ну, в нашей федерации тренерский состав 50 на 50. То есть, мужчины и женщины. Поэтому, то есть, как бы и у меня девочки занимаются. Ну, конечно, наверное, больше тянутся к тренировочной женщине, да, то есть, девчонке. То есть, и девочек много. Ну, больше мальчиков, конечно, ну, где-то 60-40. А для девчонок, вот кроме мотивации того, что, ну, это не особо травматичный вид спорта, да, что их еще в единоборство тянет? Ну, наверное, самозащита на перспективу. Ну, все-таки, какой-то такой драйв выезд на соревнования. Это все-таки реализовать себя через соревнования. У нас много приходит из фигурного катания, из художественной гимнастики. Даже такие спортсмены. Да, неожиданно. То есть, ну, показывает результат. На самом деле, очень всегда приятно, когда приходят спортсмены или спортсменки из художественной гимнастики. У них потрясающая растяжка. Поэтому можно именно ставить бой и ставить цели очень высокого уровня с точки зрения именно высоты. Да, не уровня достижений, а высоты ударов. То есть, когда удар идет ногой в голову, это максимальная оценка. Из хорошей растяжки, из легкости растяжки. Всегда можно установить такие цели в бою, чтобы набрать максимальное количество оценок. То есть, это такой уже какая-то тактика. Совершенно верно, да. Понятно. С какого возраста вы ждете, собственно говоря, своих подопечных? Ну, наверное, все виды спорта сейчас молодеют. То есть, по программе мы должны брать с 7 лет. То есть, приводят детей. Мы на начальную подготовку. То есть, группы общей физической подготовки. То есть, вплоть до с 5 лет. Ну, и потом какая-то градация по возрастам идет, да? Да, и на соревнованиях. Потому, что у нас выступают с 11 лет на официальных турнирах. 11-13, 14-17, 18-39. А после 39-ти? Проводится чемпионат Европы и мира по ветеранам. Ну, как бы в России это... То есть, Минспорт разряды не присваивает. То есть, до 39-ти лет. После 39-ти уже до бесконечности. Как с заменой паспорта. Хотел узнать. Подожди, переливаю вас. Что касается возрастной группы, с которой начинаем заниматься. Владимир сказал, что могут приходить детишки из 5 лет. У меня тоже сын рвется заниматься. Но, если сказать честно, 5 лет это рано. И для мальчика, и для девочки. В этом возрасте лучше походить в плавание. Сформировать мышечный каркас. Дать возможность развитию скелета. Это первое. А второе... Гимнастику, опять же. В легкой форме. Потому, что риск того, что ребенок перегорит к 11-ти, очень высок. Поэтому интереснее и тренерскому составу, и ребенку. И, наверное, родителям, если бы хотели достичь результатов. Сначала пройти легкую физическую подготовку, гимнастика, плавание. И потом уже к 7-ми, к 8-ми, к 9-ти годам приходить. Когда уже четкое понимание того, как будут ставиться удары. И будет уже небольшое. И большое и серьезное развитие мышечного каркаса. Заниматься непосредственно уже боевыми искусствами. Это будет менее травмоопасно для организма. Вот я знаю, что для ребят очень важно, чтобы была какая-то система. Не поощрений, а ранжиров. Разного цвета поясы. Чтобы они друг от друга отличались. Чтобы сам процесс развития в единоборстве был виден. Сначала у тебя, я не знаю, какая у вас градация. Сначала белый, потом желтый, зеленый, красный. И вплоть до мастерского черного пояса. Расскажите, что за система у вас? Ну, так как Тэквадо, как Дмитрий до этого сказал, зародился именно в Корейской армии. Соответственно, как в армии лейтенант, старший лейтенант, майор. И так далее. Так и здесь есть градация. То есть, начинаем мы с белого пояса, желтый, зеленый. И так до черного пояса. Но, опять же, присвоение поясов, оно не подразумевает спортивную составляющую. То есть, можно заниматься для здоровья, для себя, для самообороны. И получать вот эти пояса, проходить экзамены каждые полгода. А спортивная составляющая, то есть, это присвоение разрядов спортивных и званий. То есть, которые можно сделать только выступая на турнирах. То есть, которые официально проводятся на территории региона или страны. Как привлекаете молодежь вот сейчас? Как отрываете ребят от гаджетов? Какие формы вы находите для этого? Вы имеете в виду, как мы это делаем во время тренировочного процесса? Нет. Ну, вообще, как зазываете? Вы знаете, на самом деле, те, кто приходят, их не нужно отвлекать. А те, кто приходят, они приходят, потому что им не нужны эти гаджеты, в той форме, в которой они занимаются. А еще, как вариант, может быть, именно гаджеты и доступность сейчас видеороликов и видеопрезентаций в данном виде по этому виду спорта, по другим видам спорта, позволяют детям посмотреть и пойти. Это же касается, вы помните, то же самое мы, как мы начали заниматься, да? Коготь тигра, белый ниндзя, фильмы о боевых искусствах, на которых мы выросли, это Брюс Ли, это же именно стиль утки Маргаритки, да, боевой стиль. Сначала было карате, потом конфо, да, и все это постепенно, постепенно переходит в какую-то более плавную и более понятную, интересную форму для всех. Думаю, что основное, основное, это ребенок должен увидеть то, что происходит. У меня вот сын сходил на предыдущие соревнования, на эти соревнования, и после этого, несмотря на то, что он еще не занимается, да, у меня дома происходят детские игры в виде соревновательных процессов. То же самое и по мультикам, и по фильмам, и по гаджетам. Нельзя сказать, что мы их от них отвлекаем. Может быть, наоборот, гаджеты позволяют нам увидеть поток людей, которые хотят более активно заниматься спортом. Думаю, что на сегодняшнем цифровом мире это настолько тонкие, приплетенные грани, что нельзя ставить между ними каких-то резких различий. Давайте поговорим, ну, вот, о той составляющей тэквондо, которая олимпийская, да, как олимпийский вид спорта. Вот, что... Как, допустим, из одной федерации перейти в другую? Или это не нужно делать? Или... Мы легко коснулись, сделали такое легкое касание в середине разговора о переходах, да. Нет такого перехода. Я сегодня учусь в классе 8.1.А, завтра хочу перейти в класс 8.1.Б. Или 8.Б. И давайте проведем какую-то процедуру, да. Нет такого. Мы определяем спортсменов федерации ВТФ, ВТФ, которые достигают результатов, и предлагаем им, да, попробовать себя в другой дисциплине. Если они соглашаются, значит, мы помогаем им пройти обучение, да, отправляем их в командировку за счет федерации в Москву, они проходят обучение, переделываются на семинарах, они немножко меняют свою технику, да, и после этого имеют возможность выступать уже на соревнованиях олимпического вида спорта, потому что если у нас на соревнованиях ВТФ могут выступать цветные пояса, то на соревнованиях по ВТФ могут выступать спортсмены, включаясь только черными поясами. Это одно из таких тоже серьезных различий. То есть, скажем так, в олимпийскую уже идут те, кто набрал максимум мастерства своего вот в федерации ИТФ. Это то, что касается именно нашего региона, да, в тех регионах, где эти две федерации представлены раздельно, и, как правило, у них есть какие-то политические недопонимания, либо же враждебно настроенные отношения, к счастью, в нашем регионе такого нету, и у нас так получилось, что у нас Южная и Северная Корея, в отличие от геополитической структуры мира, у нас находится в дружеских абсолютно взаимоотношениях. Вот в связи с тем, что, опять же, сейчас у нас достаточно сложная геополитическая обстановка, и, собственно, недружественные страны закрывают возможность в том числе выезжать на соревнования, участвовать нашим спортсменам в каких-то международных федерациях. Вот как у вас обстоят дела? Скажешь? Ну, да, ну, Дмитрий уже сказал, да, то есть в апреле у нас должен состояться чемпионат и первенство Европы в Хорватии, в городе Порич. Ну, то есть так как нам запретили выезд, то есть, соответственно, команда сборной России не поехала. И в состав этой сборной, то есть, вошли четыре спортсмена Псковской области, то есть, мы должны были туда выезжать. Но ничего, то есть, мы тренируемся. Нет, понятно, что тренируетесь. Имею в виду, что, ну, как видите этот процесс в дальнейшем, да, то есть, общероссийская, ну, у вас же есть Российская федерация же, правильно? И как она видит решение, да, это будет укропнение внутренних соревнований, или что? Ну, в следующем году у нас чемпионат и первенство Европы в Италии, то есть, итальянская федерация сказала, что они готовы нас принять, то есть, только добираться. Сделаем разделение. То есть, есть проблематика сейчас федерации ВТФ в олимпийском виде спорта, в связи с тем, что это все-таки Южная Корея, и были приняты санкции, да, запреты против именно федерации. Что касается федерации ИТФ, которая является Северной Кореей, и мировой, скажем, возглавляющий руководитель этой федерации является президентом, руководителем Северной Кореи, он наложил вето на запрет об отстранении российских спортсменов в любых соревнованиях именно в рамках ИТФ. Поэтому, если мы говорим о нашей непоездке в Хорватию, это было связано не тем, что каким-то образом Европейский Союз смог отстранить российских спортсменов, это было вызвано невозможностью добраться до Хорватии в связи с тем, что было закрыто воздушное пространство. Поэтому сегодня нету, вот мы разговаривали с вице-президентом Калашниковым, да, он рассказал нам ситуацию о том, что сейчас нету проблематики ни в присвоении поясов, ни в присвоении данных именно в категории ИТФ. И, соответственно, в следующем году планируется поездка в Италию. Если будут открыты воздушные пространства или пути следования, в рамках которых мы сможем добраться, то закрытие, о закрытии аккредитации для российских спортсменов в рамках участия в соревнованиях, которые проходятся в ИТФ, в ИТФ не идет речи. Ну, хорошо, если, да, такое разделение и, по крайней мере, находят какой-то предмет для диалога. Ну, и вообще, знаете, вот все эти европейские соревнования, вообще любого уровня соревнования без сильнейших российских спортсменов, я сейчас не касаюсь ИТФ, я сейчас не говорю об ИТФ, о тэквондо, о других видах спорта, о любых видах спорта, где они представлены сильнейшие спортсмены из России, немножечко напоминает такой дворовой сабантуйчик, вышли кулаками, подрались, ну, и вроде там между собой награды распределили, потому что нужно понимать, что чем сильнее твой противник, чем выше его уровень, тем быстрее проходит и твое развитие. А соревноваться между собой без спортсменов, у которых есть достижения, это может быть интересно, но не для нас. Я с вами полностью согласен в плане того, что, ну, если проходит, там, Уимблдон без одной из сильнейших ракеток, ну, какой смысл. Можно так же на это играть. Да, действительно. Вот у нас уже осталось совсем немного времени до конца нашего эфира. Напомню, да, под конец, что мы сегодня говорим о тэквондо, но я думаю, что из наших диалогов и так это было понятно. Буквально в интернете, да, готовясь, опять же, к программе, нашел, что есть одна из дисциплин, когда спортсмены показывают силовое разбитие досок. Типа, это очень зрелищная какая-то такая штука. Не готовили доски. Да, есть такая дисциплина, то есть, и в этом году мужская и женская сборная Псковской области на чемпионате России заняли призовные места, стали вторыми и третьими. То есть, специальный станок у нас есть, который стоит в специализированном зале, на основном сборной собирается. Да, это зрелищно. Ну, это тоже одна из частей. Да, одна дисциплин, да, она по ним приведет присвоение мастеров, кандидатов в мастеров спорта. Очень интересно. Очень хотелось бы на это посмотреть, потому что, наверное, такие зрелищные моменты в первую очередь будут. Дмитрий, знаете, мы, честно говоря, как обычно, приходим на эфир, не готовы к вашим вопросам, потому что это вызывает живое общение все время, да, без подготовки. Но если бы я предполагал бы, что у вас будет такой вопрос, мы бы, наверное, принесли бы доску с собой. А, чтобы показать. Конечно. Ну, вот это еще раз говорит о том, что у нас живые эфиры, и ждем вас всегда к нам в гости. Надеюсь, что, ну, не закроют все, не завесят железными занавесами, и соревнования, собственно, по тэквондо будут проводиться, и проводиться с разными спортсменами, с разных городов, континентов и стран. Да, у нас еще есть ваши коллеги в студии, поэтому, в принципе, если в следующий раз мы соберемся, мы подготовимся с досками, тут место позволяет. Да, тем более, видеотрансляция. Попробуем все поразбивать. Видеотрансляция позволяет нам это сделать. Это была программа-беседка о развитии тэквондо в городе Пскове, Псковской области, как я понимаю. Я Дмитрий Иванов, Дмитрий Барабанов и Владимир Кончетов. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания.